Друзья, всем привет! С вами Никита Дилуэй и сегодня я покажу вам, как пользоваться курсплеем в Farming Simulator 19. Это будет не единственное видео по этой теме, поскольку курсплей еще немного сырой и пока что не все функции доступны, которые были доступны ранее в 17-15 части. Сегодня, друзья, мы с вами полностью соберем урожай вот с этого поля, исключительно на курсплее покажу вам, как это делается. То есть мы его вспашем, посыпем известью, прокультивируем, посеем, удобрим, потом прополем, заберем этот урожай, отвезем его в наш элеватор, а потом еще с нашего элеватора это все дело и продадим. Плюс сажать мы будем пшеницу, она даст солому, мы ее с помощью курсплея опять-таки затюкуем, в общем-то весь этот курс мы с вами пройдем. Ну и вот на этом поле у меня еще растет травушка-муравушка, соответственно я не буду ее полоть, она будет с сорняками, уже хрен с ним. И с помощью вот этого всего добра я покажу вам еще, что можно и как это делать с травушкой-муравушкой. Итак, курсплей собственно вызывается правой кнопкой мыши по умолчанию или клавишами Ctrl-Delete, это выставляется вот здесь вот в настройках есть, там где шестереночка нарисована параметры, есть вот открыть курсплей, right mouse button или left control delete, в общем выбираете то, что вам нужно. Настройки эти сделаны для того, чтобы при работе с погрузчиками ставите left control delete и соответственно когда мышкой работаете манипулятором, соответственно ничего не происходит. Как видите правые два значка сверху, там где уплотнитель и ковш нарисован, я вот боюсь, что вы не видите курсор мыши, но ладно, постараемся так объяснять. Эти два значка пока что недоступны, но в скором времени они будут доступны и появится отдельное видео на эту тему. Это все нужно для трамбовки силоса и соответственно продажи его потом с помощью ковша, это все можно автоматизировать. В правом нижнем углу написана версия 6.01, девелоперская еще, так что это не окончательный релиз, все еще будет изменено. Собственно снизу мы видим режимы работы для отдельных транспортов, то есть первый значок транспортировка и продажа, нам это потребуется для того, чтобы продать урожай. Работа с комбайнами, это нам потребуется для того, чтобы соответственно работать с комбайнами. Комбайн ездит по полю, собирает урожай, а соответственно трактор на этом самом режиме ездит около комбайна и разгружает его. Третий значок это саморазгрузка комбайна, она пока что недоступна, но это тоже мы еще покажем, когда это все будет готово. Четвертый значок удобрения и посев, соответственно нужно для удобрения и для посева. Это немножко отличается от разных полевых работ, покажу потом чем. Пятый значок, который сейчас выбран, он по умолчанию, соответственно это перегон техники. Это нужно просто, чтобы доехать из пункта А в пункт Б. Например, я пользуюсь этими маршрутами для того, чтобы перегнать технику из магазина на базу. То есть ты покупаешь технику, у тебя есть готовый маршрут магазин-база и соответственно ты этим маршрутом перегоняешь все это дело на базу. Об этом будет опять-таки в другом видео, сегодня у нас исключительно работа по полям. И последний значок, который у нас на данный момент доступен, это разные полевые работы. Кстати, я начинаю сомневаться, что я правильно назвал эти значки, которые недоступны. Потому что, по-моему, седьмой у нас сама разгрузка комбайна. Но в общем это все пока что недоступно, это все потом еще покажу и зачем это делать, тоже все потом. И нас интересуют, конечно же, разные полевые работы. Сверху какие у нас есть настройки. Собственно, первое это управление маршрутом. Тут у нас будет запустить по маршруту или начать запись. Собственно, тоже это все будет еще видно. Загрузить маршрут. Здесь у нас находятся, соответственно, все наши уже записанные маршруты, если мы их будем сохранять. Некоторые нужно сохранять обязательно, некоторые по вашему усмотрению. Параметры комбайна называют следующая вкладка, но она относится не только к комбайнам, она ко всей технике относится. Здесь радиус поворота, загрузка, разгрузка и так далее. Следующий значок у нас, опять-таки, недоступен. Он для авторазгрузки комбайна. Здесь у нас параметры скорости. Вообще, в принципе, менять здесь я никогда ничего не меняю. Только если есть какие-то косяки у нас, тут можно поменять скорость. Автоматически она будет у вас выравниваться для того, чтобы... То есть, как вы проехали при записи маршрута, абсолютно с той же скоростью он будет пытаться ехать. Потом, когда вы уже запустите по маршруту, собственно, вашу технику. Единственное, конечно, что если вы проедете, например, пустым, а он потом будет заполнен ехать по маршруту, или вы проехали на мане, а потом на фиатике попытались запустить, он, разумеется, будет на максимальную скорость свою рассчитывать, которую он может ехать физически. Здесь идут сами настройки курс-плей в дополнительных параметрах. Избегать движения по пассивам это новая фишечка. Я, честно говоря, еще не знаю, как она работает и работает или нет. Выставляются сигнальные огни. Тут варианты, как хотите, абсолютно все делается, настраивается на ваш вкус и цвет. И до заправки на АЗС, об этом я немножко попозже вам расскажу. Ну и режим отладки это для разработчиков. Программисты поймут, не программисты вообще, не стоит нажимать эти кнопочки. Смещение маршрута это нужно для того, чтобы, если у вас есть какие-то косяки, как правило, они возникают с модовой техникой, потому что там неправильно прописаны все размеры. Если вы работаете на стандартной технике, то, как правило, все работает, использовать нужно исключительно стандартные настройки. Ну и последнее это генерация маршрута. Это, собственно, то, что нам потребуется в первую очередь для обработки поля, потому что маршрут можно записать самому, то есть проехать по нему сначала и потом уже пустить технику неоднократно, чтобы она ехала, а можно его сгенерировать. В частности, на поле именно так и делается. Здесь вот есть кнопочка с глазиком, которая потом показывает, что у нас сгенерировалось. Ну и давайте начнем мы, конечно же, со вспашки поля. Первое, что нам нужно, заводим наш трактор и подъезжаем к углу поля, с которого мы будем начинать. Собственно, здесь есть расширенные настройки генератора маршрутов. Это все то же самое, только вы можете смотреть здесь и редактировать. Оно пока что не имеет никакого смысла. Выбираем поле, это 19-е поле, с которым мы будем работать сегодня. Рабочая ширина, как правило, выставляется правильно, но можете заходить в магазин и проверять все эти параметры. Я обычно их не трогаю, если показывает меньше, хуже от этого не будет. Просто, ну, больше проходов чуть-чуть сделает. Соответственно, пускай будет 2 и 3. И расположение старта, текущее расположение техники. В данном случае он сам будет определять, где находится стартовое положение маршрута. Вы можете абсолютно это все поменять на ваш вкус, то есть поставить юго-запад, и он, соответственно, будет с юго-западного, то есть с нижнего левого конца начинать. Ну, я опять-таки оставляю это все дело. Как текущее расположение техники. Направление автоматическое, он сам выбирает длинную сторону поля, как правило. Ну, можете опять-таки поставить под любым углом, каким хотите, он будет работать. Это, что касается кривых полей, очень полезно. Возврат на старт, да, нет. Выбирайте, вернется ли к стартовую точку после того, как он закончит работу. Пока что мы не будем этим пользоваться. Ну, и поворотная полоса. Это последнее то, что если же нету никаких возможностей развернуться нормально в конце поля, там, зашажены деревьями, отбойники дороги или еще что-либо мешает, можете поставить поворотную полосу, и, соответственно, ваша техника сделает несколько кругов. Просто по кругу, не взад-вперед, а именно по кругу, прежде чем переходить взад-вперед. Можете выставить количество, соответственно, этих полос, выставить по часовой стрелке или против часовой стрелки. Также здесь есть настройка, как бы пройтись сначала по полоске, а потом сделать круги или же наоборот. Ну, и сглаживать это, он будет сглажен и с разворотом он, то есть, проехал прямо, потом проехал назад, развернулся, повернул, поехал там налево, проехал эту полосу, опять-таки остановился там, развернулся задом, то есть, аккуратненько это все делает. Или скруглять, это он вообще овалом просто проедет, пару кругов навернет и все. Я, честно говоря, никогда таким не пользовался, и оно нахрен не надо. Ну, для плуга мы сейчас не будем это выставлять, я вам покажу потом это на примере комбайна. Собственно, нажимаем сгенерировать маршрут, вот подсвеченную кнопочку, и маршрут у нас сгенерировался. Можем нажать на глазик и посмотреть, как он, собственно, выглядит. Зеленые полосочки это начало, там где она красная, это, соответственно, конец, то есть, закончит он в левом нижнем углу. Здесь меню у нас поменялось, соответственно, с ближайшей точки, например, можно начать, если у вас пол поля уже вспахано, и вы начинаете где-то с середины поля, находите ближайшую точку, откуда надо начинать работать. Нажимаете на эту кнопку, и, соответственно, он поедет. Но нас сейчас интересуются стартовые точки, и мы просто запускаем по маршруту. Здесь опять-таки появилось меню «Разворачиваться в пределах поля». Нажимаем «Да», если нам нужно, чтобы он разворачивался в пределах поля. Сейчас я вам покажу, в чем разница. Опять-таки, это касается именно того момента, когда у вас недостаточно места для разворота вне поля, но я опять-таки всегда оставляю в пределах поля. Мало ли что, не всегда это проверено. Потом начнет там буксовать, еще что-то врежется. Все-таки искусственный интеллект, он не настолько шикарен, как хотелось бы, и абсолютно все автоматизировать физически невозможно. Вот он подъезжает к концу поля, останавливается, и, соответственно, начинает разворот именно в пределах поля. Кстати, для плуга есть еще одна настройка. Это плуг за границей поля. Я советую нажимать «Да», потому что пахать он будет тогда не до конца. Вот и сейчас мы попробуем нажать «Разворачиваться в пределах поля». «Нет», и, соответственно, разворот будет выполнен совершенно по-другому. Вот мы видим, он доезжает до конца поля. Соответственно, вот плуг за пределы поля, он немножко дальше проехал, ну и выезжает здесь. Так он разворачивается немного быстрее. Но это не настолько быстрее, чтобы этим всем жертвовать ради стабильности. Ну, лично мое мнение, опять-таки, я не претендую на прям такого знатока-знатока. Ну и все, и он поехал дальше. Собственно, мы спокойно можем отсюда вылазить, и он сам все сделает до конца без нас. Можно пока что идти курить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и пока он у нас пашет, давайте пока разберемся со следующим этапом. Это у нас будет посыпать все это поле известью, хотя она где-то здесь нужна, где-то нет. Ну, эксперимент, ну, не суть важна. Для этого нам понадобится хреновина, которая умеет посыпать поле известью, а именно вот такой вот наш трактор. И, собственно, посыпка известью это двойной маршрут, потому что первый это точно такой же, как по вспашке, будет ездить по полю, а второй маршрут это съездить за самой известью, если она вдруг закончится в самом тракторе, в прицепе, в удобрялке в этой. Для того, чтобы съездить за известью, этот маршрут уже сгенерировать у нас не получится, его нужно будет прописать. Станция погрузки извести на этой карте, я смотрю, всего лишь одна, находится в северо-западном порту, и поэтому нам туда придется съездить вручную. Съездим мы туда один раз, остальные уже будут сам ездить в наш трактор. И этот маршрут нужно будет записать. Для этого выставляем трактор в какую-либо точку, в которую трактор сможет добраться сам в тот момент, когда у него закончится известь. То есть из любой точки поля, он должен по прямой, беспрепятственно добраться в эту точку. Обычно она находится на углу поля какого-либо, но в принципе, если мы начнем маршрут вот отсюда, сюда трактор тоже доберется без проблем. Собственно, нажимаем на кнопочку начать запись маршрута, и едем за известью. Едем на станцию погрузки извести. А, есть еще такой момент. Все движения, все повороты должны быть максимально плавными. То есть без резких телодвижений. Потому что если он собьется с точки, у него принцип действия ехать от точки к точке. Вот эти вот сверху точечки, которые вы видите рисуются, это, собственно, координаты, в которых заложена скорость и, соответственно, положение транспортного средства. Он едет от точки к точке. То же самое работает и на поле. И если он вылетит оттуда, он может хорошенько потом сбиться с маршрута. Поэтому все это дело должно быть максимально плавным. Лучше проехать медленнее, никуда не торопиться, чем потом негодовать, что маршрут не работает. Так, собственно, прибываем мы на место. Вот перед нами находится та самая станция погрузки извести. Нам нужно аккуратненько, медленно к ней подъехать. Никуда мы не торопимся. И стать рядом. Собственно, мы заполним чуть-чуть, дабы потом показать вам, как это все работает. Ну и, собственно, таким же успехом едем обратно. Ну и подъезжаем мы обратно к нашему 19-му полю. Соответственно, маршрут заканчивает лучше в той точке, из которой он доберется в любую точку поля, где он закончил работу. Например, вот отсюда он доберется куда угодно, по прямой. Ну а у нас все. Мы нажимаем остановить запись и обязательно сохраняем этот маршрут и обзываем его, например, поле 19 известь. Сразу даю совет. Называйте маршруты не 1, 2, 3 от балды, а именно так, чтобы вы потом в них ориентировались. И вообще, наверное, я вам советую латинскими буквами это все делать, поскольку хрен его знает, как будет работать кириллиц. И закрываем этот маршрут. Соответственно, дальше нам нужно удобрение и посев. Именно оттуда будет это все дело браться. И опять-таки нажимаем генерацию маршрута, подъезжаем к первоначальной точке, выбираем 19 поле. 12 метров у нас ширина разбрасывания, расположение понятно текущее. И нажимаем сгенерировать маршрут. Далее открываем загрузить маршрут и нажимаем на кнопочку. Здесь есть открыть маршрут, то есть объединить. Есть присоединить маршрут в конец. Ну и, соответственно, удалить. Тут еще можно создавать папки, но это все пока что не важно. Мы, соответственно, присоединяем маршрут в конец. И здесь появляется меню забрать из бункера известь или удобрение. Мы, соответственно, будем забирать известь. Но прежде чем запускать по маршруту, ввиду того, что он будет работать намного быстрее, мы немножко подождем, пока закончит вспашку. Заглушим двигатель и просто немножко подождем. Вот, кстати, как выглядит наш построенный маршрут. То есть, в правом нижнем углу мы видим поле проходки по полю. Знаете, я тут подумал, чтобы не ждать, мы, собственно, запустим это дело сейчас. Нам абсолютно все поле, чтобы на 100% было спахано, не обязательно. Собственно, нажимаем запустить по маршруту со стартовой точки и наблюдаем, что же будет делать наш трактор. Первым делом он начинает посыпать известью тем, что у него есть. Сейчас известь закончится и из этой точки он едет в первую стартовую точку того маршрута, про который я вам говорил в начале. Вот он его подхватил, примерно здесь мы с вами начинали. И он едет абсолютно так же, как и я ехал. В правом нижнем углу, видите, круиз-контроль это та скорость, с которой я ехал тогда. И вот он подъезжает к станции погрузки извести. Видите, мы здесь начали ехать медленнее. Он, соответственно, тоже скорость убавляет. И сейчас он должен подъехать и загрузить известь. Снизу написало заполнение 0 из 0. Обычно пишет объем заполнения, но это, видимо, баг первого курсплея. Вот он пошел заполняться сам. Заполнился и, соответственно, едет обратно на поле далее по маршруту. Ну и вот он подъезжает, соответственно, к концу нашего маршрута, который мы с вами записывали. Заканчивает его и едет ровно на то место, где он закончил работу по разбрасыванию этой самой извести. где она у него закончилась. Оттуда он и продолжит. Опять-таки еще раз говорю, главное, чтобы он смог добраться, заканчивать и начинать вот тот маршрут, нужно из той точки, куда он 100% сможет добраться из любой точки поля, чтобы ему там ничего не мешало. Соответственно, закончил. Сейчас он развернется и будет довольно узкую полоску делать. Ну, это не суть важно. Здесь он довольно долго разворачивается, но, опять-таки, все ради точности. Первую полоску он сделал довольно узкую, поскольку, чтобы последнюю было выводить ровненько около края поля, чтобы не было косяков. Итак, кстати, у нас, у этого самого, у трактора закончилась известь, и, соответственно, он не успел тут доделать чуть-чуть, и он поехал за новой порцией, поэтому, ну, вот так вот все. А мы, тем самым, можем начать культивировать поле, и я хочу показать вам способ, как это сделать двумя культиваторами сразу, для экономии времени. Если у вас есть два культиватора, вот у меня, например, есть, я могу себе хоть 50-х купить, ну, да ладно. Проход культиватором строится абсолютно точно так же, как и с Пашка плугом, но, если вы хотите сделать две их или три, по-моему, их можно аж пять поставить, я точно не помню. Здесь есть специальная графа совместная работа орузий по три метра. Восемь штук можно поставить, по-моему, в 17-ом, последний курс-плей, в котором я играл, было то ли пять, то ли четыре, точно не помню. И мы, соответственно, выбираем поле, поле номер 19, расположение старта текущее, возврат на старт нет, поворотная полоса нет, совместная работа орудий два. И генерируем маршрут. Соответственно, в этой графе, там, где у нас смещение маршрута, появляется смещение проходов, влево и вправо, вместо выставления в метрах. В первых версиях мы, короче, вручную это все считали, насколько кому смещаться. Ну и мы ставим, например, первый вправо. И, соответственно, запускаем его по маршруту. Ну и далее берем второй трактор с культиватором. Для него у нас, так, закончил вспашку плугом у нас трактор, сейчас мы к нему вернемся. Ставим, опять-таки, те же самые разные полевые работы. И вместо генерации маршрута мы просто скопируем курс у того, кто у нас уже ездит. И ездит у нас Optimum Series. Вот он, несохраненный маршрут. Нажимаем вот на эту кнопочку и, соответственно, его копируем. Только первый у нас поехал один вправо, а этот мы пустим один влево. Соответственно, подъезжаем к стартовой точке. Я вам советую подождать как минимум один проход. А мы возвращаемся к нашему трактору, который закончил работу. Нажимаем прерывать маршрут, закрываем его и отгоняем просто куда-нибудь, потому что больше его услуги нам на сегодня не нужны. Отгоним его, например, вот сюда. Ну что, сделал уже несколько проходок этот трактор. Первый, опять-таки, видите, первая будет узкая. Они, если их вместе запустить, они сталкнутся между собой. Ну и также со стартовой точки его запускаем. Тем временем, вот у нас Вальтра наша подъезжает и заправляется известью. Все это делается без нас. Еще капает, он приедет сюда и продолжит все это дело посыпать. Ну, а эти ребята у нас, соответственно, сейчас культивируют. Тем временем, мы видим, что на горизонте появился трактор с известью. Вот он ездит к той точке, где он закончил, приехал. И, соответственно, будет заканчивать посыпку поля. Ну, а эти у нас культивируют. Вот так вот по полосочкам они это все делают. Туда-сюда, обратно. Ну, а этот наш друг продолжает посыпать известью. Ну, что, ребят, далее у нас, конечно же, идет посев поля. В принципе, тут то же самое, что и с известью. За исключением того, что у меня как-то на данный момент нет никакого модового хранилища для семян. Поэтому я купил несколько поддонов и, соответственно, за ними мы будем ездить в магазин. Поэтому суть особо не поменяется. Давайте выберем какую-нибудь точку, в которую наш трактор попадет из любого участка поля, например, сюда. И, соответственно, поехали наполнять сеялку семенами. Вот у нас аккуратно выставленные поддончики. Мы просто проезжаем мимо них. Тем самым нам пришло уведомление о том, что закончил работу наш разбрасыватель известью. Аккуратненько здесь выезжаем. Чуть-чуть мы наполнили, чтобы показать вам, как это все дело работает. чтобы они у него закончились и он за ними сам опять-таки съездил. То, что я сейчас здесь еду неаккуратно так довольно-таки, лучше делать так, чтобы маршруты не пересекались. Иначе будут сталкиваться они потом. Соответственно, допустим, в эту точку мы приезжаем и опять-таки этот маршрут обязательно сохраняем. И назовем его поле 19 только не так. Назовем его поле 19 семена поле 19 да, пускай семена, ладно. И сбрасываем этот маршрут и соответственно генерируем для него свой трехметровый и добавляем к нему поле 19 семена и запускаем со стартовой точки. и все. Он поехал и мы про него благополучно забываем. Сажать мы будем пшеницу по стандарту, потому что с нее солома я хочу показать вам как еще и убирать солому в итоге. Ну а этот наш друг закончил работу мы соответственно прерываем маршрут закрываем и отгоняем его подальше. А мы пока понаблюдаем вот за этой вот JCB-шкой замечательной. Сейчас он занимается посевом скоро у него закончатся семена в сейлке и он поедет в магазин за ними и там соответственно заполнит свой бункер. Ну и видимо сейчас заканчивается соответственно семена в этой самой сейлке он прекращает работу и едет на второй маршрут который мы с вами прописали прописали вручную для того чтобы заправить эти самые семена вот он подъехал к этим поддонам и соответственно сейчас подъедет к нужным и заполнится и заполнится ну и чуть-чуть у нас осталось да я здесь не очень красиво конечно все это сделал но по крайней мере вы понимаете как это работает все он теперь ездит обратно на поле и вернется в ту самую точку где он закончил работу до этого ну вот так вот это в принципе работает самое главное что работает и освобождает нас от некоторой такой работы кто-то считает что курсплей читерская хрень кто-то считает что нет я не знаю мне очень нравится этот мод тем самым у нас вот эти два хлопца завершили работу мы соответственно отгоняем их обратно и так в принципе закончил уже практически сеять нашей сеялкой долго довольно таки это было но понятное дело что делается курсплей не для того чтобы поставить и втыкать просто а для того чтобы можно было заниматься какими-то своими делами в это время у нас тут сорнячки взошли что не очень хорошо в общем-то что я забыл сделать так это удобрить поле но с удобрялкой на самом деле все проще чем можно было бы себе представить поскольку поскольку маршрут для того чтобы заправлять удобрялку у нас по сути дела уже есть а это конкретно маршрут для семян поэтому мы ставим удобрение и посев генерируем маршрут для удобрялки 19 поле расположение старта тут все по стандарту и добавляем маршрут семена потому что он по сути дела должен работать в принципе особо сильно подгонять трактор даже не надо нажимаем со стартовой точки и он в принципе должен понять что у него нихрена нету и сразу же ехать заправляться сейчас соответственно по тому же самому маршруту по которому заправлялись семена у нас заправляется и удобрялка и все работает вот у нас подъехала к месту наша удобрялка соответственно подъедет он сейчас к стартовой точке и начнет все это дело поливать тем чем заправил ну и мы в этом процессе соответственно не участвуем так удобрялка у нас работает сейлка практически завершила я тут подумал что я не буду ждать созрева в общем-то сорняков если у нас они здесь останутся то и хрен с ними мы не для этого сегодня ролик снимаем последний проход выполняет JCB заканчивает работу и нам выплывает уведомлялка о том что дескать все мы как обычно прерываем маршрут закрываем его закрываем курсплей и подгоняем трактор в сторону тем самым у нас уже полностью созрели сорнячки поэтому ставим полдольник процедура абсолютно точно такая же как и для культиватора как для плуга ну и что друзья наступило утро и соответственно мы готовы убирать все наше добро почему-то не доехал до конца у нас наш полдольник я без понятия почему но мне кажется это косяк именно самого полдольника давайте давайте мы его тоже отгоним отсюда нахрен и итак для уборки нам понадобится соответственно комбайн и трактор с прицепом начнем мы именно с трактора в первую очередь нам нужно прописать маршрут от поля до нашего элеватора опять-таки как и в случае с сейлками с известью и так далее нам нужно стартовать с какой-либо точки в которую наш трактор без проблем доедет из любой точки поля выберем эту просто так потому что сюда он доедет хотя с этого поля конечно удобнее было бы убирать даже где-нибудь вот здесь и соответственно аккуратненько едем к элеватору мы просто проезжаем через триггер и возвращаемся обратно никаких кнопок нажимать не надо просто проезжаем через триггер он высыпет то что в нем есть в первом месте где это будет возможно то есть соответственно мы можем ехать сразу продавать мы можем отвозить силос он в силосной яме соответственно высыпет точно так же проездом насквозь ну или задним ходом без разницы нужно просто проехать и выбираем работа с комбайнами у нас открывается вот это меню выбор комбайна здесь есть автоматический поиск автоматически он будет работать только если сам трактор находится на поле и с этого же поля он подхватит сам какой-нибудь комбайн можно при автоматическом выборе выбрать с какого поля искать комбайн но это все тоже так себе работает то есть работает оно нормально но в случае если у вас комбайн заглохнет остановится полностью набившийся не заехав полностью на поле трактор его не увидит поэтому я всегда вставляю вручную вот у нас пока что единственные списки комбайн нова 330 мы ставим его и соответственно запускаем по маршруту ищет комбайн соответственно нашел его и ждет наполнение бункера далее мы далее мы заходим в комбайн с комбайном все просто с ним все абсолютно точно так же как и со всей остальной техникой разные полевые работы 19 поле расположение старта а я же хотел вам показать поворотную полосу для этого мы поедем на другой конец карты точнее другой конец карты другой конец поля начинать мы будем отсюда поворотная полоса поставим раз 5 отход от царков мы отключаем у нас их нету и с разворотом и генерируем маршрут вот собственно так выглядит маршрут он 5 проходов делает вокруг поля ну и потом пару полосочек просто сам собирает только я тут немножко сомневаюсь насчет 5 метров жатки ну да ладно это не суть важно запускаем по маршруту со стартовой точки это мы добро закрываем вот он сюда подъехал сам и начинает соответственно уборку далее в этом тракторе есть такие замечательные параметры загрузка при и разгрузка при собственно загрузка при как только в комбайне набирается 50% бункера сразу же стартует трактор в случае если он если шнек выгрузной то есть вот эта труба если кто не знает находится не над посевом если находится над посевом он будет ждать дабы их не топтать если же он слева над посевом ничего нету грубо говоря то он стартанет как только наберется 50% сейчас в комбайне 25-26% соответственно будет 50% он стартанет разгрузка при 90% вот смотрите комбайн разгрузился набил там грубо говоря 45% он остановился ждет дальше заполнения набил еще 45% и соответственно он в сумме получилось 90% и он поедет уже разгружаться он не будет ждать пока он полностью наполнится чтобы не ждать полчаса пока он наполнится и потом чуть-чуть ему сцепить и в итоге комбайн будет стоять заполненный полностью это в общем плохая идея поэтому стоит 90% тут можете ставить сами как хотите это уже по ситуации регулируется в зависимости от расстояния в зависимости от техники и так далее но на данный момент мы это все разумеется с стандартными настройками проверьте ну и настройки поперечное смещение продольное смещение выставлено на авто и лучше так и оставлять опять-таки говорю вот смотрите 50% стало он завелся и поехал соответственно к нему слава богу курсплей посева не топчет ну это кстати может быть еще и поправят вот соответственно вот эти смещения я кручу только на модовой технике на которой какие-либо косяки с размерами все сейчас трактор сам у нас подъедет к комбайну разгрузит его и останется ждать единственное кстати что я еще советую делать это ставить на комбайне функцию останавливаться во время разгрузки то что он сейчас пишет забуксовал я думаю это поправит сейчас трактор отъедет и он перестанет раньше так не писало ничего страшного на самом деле в этом нет все у нас трактор заполнился сейчас он отъедет назад аккуратненько встанет и будет дальше ждать комбайн комбайн тем самым как только трактор отъедет он поедет вот он сам стартанул сейчас так вот в этом меню в самом левом у нас есть стоять при разгрузке я советую ставить да это будет немножко больше времени занимать но соответственно как-то все будет четче по крайней мере меньше вероятность того что они будут сталкиваться и мешать друг другу опять таки искусственный интеллект он несовершенен вот соответственно мы опять видим что наполнился он на 50% и трактор сам стартанул почему-то не хочет он сейчас останавливаться во время разгрузки я не знаю почему опять-таки курс плей сырой раньше по крайней мере это все работало я этим пользовался я думаю это тоже поправят соответственно трактор сейчас отъезжает и дальше комбайн продолжает работу мы опять забираемся на крышу дабы за этим всем наблюдать и так значит смотрим у нас комбайн почти 50% наполнился сейчас трактор заводится и выезжает навстречу комбайну соответственно трактор сейчас тоже скорее всего заполнится полностью по крайней мере 90% в нем будет и мы сейчас со стороны собственно эту ситуацию и пронаблюдаем у нас как раз вот он сюда поедет разгружаться да мимо нас мы даже с крыши слазить не будем вот кстати во время разворота трактор останавливается если же он не успел его догнать у него там так и показывает мол трактор разворачивается и видимо сейчас он тоже не успеет до него доехать успеет да успеет он его сейчас разгрузить подъезжает соответственно он разгружается отличный цвет выбран просто для заполнения я на травку переведу дабы видеть наполнение трактора я кстати не знаю почему курсплей который мы снимаем не исчезают из этого мода я думаю это тоже потом подправит вот 90% наполнилось 93% в итоге стало он сейчас станет на место на котором он стал бы в обычной ситуации скажем так потом с него уже будет стартовать на разгрузку сейчас сдает назад останавливается комбайн соответственно продолжает работу на поле а наш трактор едет ту точку вот мы начинали маршрут отсюда да можно было его начать например вот отсюда и это было бы более логично но не суть важно и вот трактор стартанул сейчас он поедет разгрузится и вернется обратно подъезжает останавливается разгружается и едет обратно и будет соответственно в той точке где у нас заканчивается этот маршрут будет ждать пока комбайн наполнится пока наполнится на 50% как только он наполнится на 50% он соответственно сразу же к нему туда стартанет и так мы видим в общем-то что у этого самого комбайна больше 50% уже заполнено но трактор до сих пор к нему не стартует потому что его труба шнек так называемая находится над посевами дабы их не топтать ну скажем так сделано это для реализма наверное я не знаю то что это сделано в общем-то он к нему пока что не стартует вот как только он сейчас развернется трактор сразу же стартанет это он уже кстати проехал 5 проходов и поехал уже он давно уже 5 проходов проехал вокруг и сейчас он поед по этой полосе труба у него будет слева и мы слышим заводится трактор сразу же выезжает к нему и едет разгружать комбайн ну и что друзья на этом собственно уборка вроде как подходит к концу но есть одно но давайте мы закончим сейчас с разгрузкой трактор подъезжает собственно к комбайну комбайн высыпает все что у него есть соответственно заканчивает работу мы его пока что трогать не будем сейчас покажу почему сколько там в нем осталось давайте-ка вот залезем в него и отправим на разгрузку соответственно вот этого нашего друга вот кстати если нажать остановиться в последней точке триггере смотрите что будет соответственно едет к той точке опять-таки где он начинает и как только он подъедет к триггеру он остановится и соответственно даст нам уведомление о том что он доехал до конечной точки то же самое будет если на маршруте встречается значок П а у нас есть еще тюковщик про который я то не забыл если вы забыли соответственно как сделать так чтобы тюковщик проехался именно по соломе а делается это все довольно таки просто нам нужно сделать так чтобы он проехал по маршруту по тому же самому по которому ехал комбайн есть два способа первый это конечно же сохранить маршрут комбайна и соответственно загрузить его из этого меню загрузить маршрут второй это скопировать курс вот у нас снова 330 не сохранено мы копируем этот курс соответственно разные полевые работы и со стартовой точки просто запускаем тюковщик по маршруту он разумеется уберет это не прям мега идеально ну точнее на поворотах он там может косячить где-то чуть-чуть пропустить но вот он пошел набирать и соответственно как только наберет он будет сам выгружать эти тюки нам останется их только уже самим вручную собрать ну есть уже с автоподбором прицепы все-таки поэтому проблем с этим не будет собственно прерываем маршрут закрываем его и увозим комбайн в сторону брал он довольно-таки хорошо ну тут вот маленький косячок в конце в начале был маленький косячок но это все такие мелочи что заморачиваться на них я думаю смысла нет никакого комбайн давайте уберем на это поле чтобы он просто не мешал нашему тюковщику где наш тюковщик вон он ездит точно так же он с разворотами ездит но к нему мы вернемся чуть-чуть попозже сейчас мы пойдем и разгрузим наш трактор садимся в него нажимаем кнопочку продолжить он сейчас сам разгрузится дабы избавить нас от лишних телодвижений прерываем маршрут закрываем и отгоняем трактор вот сюда он нам еще сегодня понадобится тихо-тихо мы возвращаемся к нашему тюковщику и посмотрим что он сделал на данный момент вон он катается и вон он тюки уже разбрасывает по полю соответственно как только набирается он сам их разгружает как их потом собирать уже сами решайте можете вилами можете с автоподгрузкой можете модовые эти прицепы с автопогрузкой ставить тут без разницы свою работу он делает и это главное но сейчас мы возвращаемся на наше поле с травушкой что же нам делать с травушкой да в принципе тут все то же самое в первую очередь нам нужно покосить я не буду сеноворошилку использовать я что-то как-то передумал в принципе можно по такой вот схеме соединить все это дело но раз у нас есть свободный трактор я сделаю по-другому мы отсоединяем сеноворошилку а с этого трактора мы соответственно отсоединяем волковую жатку отсоединяем газонокосилку отсоединяем вторую то есть поставим их по феншую вперед и назад дабы ему удобнее было работать и точно так же ставим косилку на работу на начало поля генерируем ей маршрут только единственная рабочая ширина у нас чуть больше рабочая ширина у нас будет 8,4 метра мы смотрим ее здесь по самому широкому я не знаю почему он решил послать меня нахрен ну наверное потому что она кстати не развернута да вот она 8,4 выставляется сама выбираем поле поле номер 21 расположение старта автоматическое генерируем маршрут и соответственно запускаем маршруту со стартовой точки все он сразу двумя причиндалами сейчас будет здесь работать и соответственно косить нам нашу траву далее можно в принципе почти что вслед за ним нет почти что вслед за ним нельзя потому что волковая жадка у нас чуть-чуть шире мы немножко подождем пока он поработает собственно я думаю вы понимаете что чтобы сделать сено нужно просто точно так же пустить косилку точнее сеноворошилку далее по маршруту точно так же и сгенерировать так далее у нас волковая жадка поле номер 21 мы немножко подождем пока там косилка разберется генерируем маршрут вот он вот так вот выглядит два прохода мы подождем а мы тем самым возвращаемся в этот трактор у нас тут уже в принципе много чего скошено и можно запускать по маршруту в волковую жадку и он соответственно будет все это дело волковать в удобные волки для тюковки для последующей есть конечно вероятность что он так как более широкий он его потом догонит конечно еще вопрос в разнице в скорости с какой скоростью тот косит тот косит 22 километра в час может и не догонит в общем-то это на самом деле на данный момент уже не суть важно ну и вопрос последний это конечно же тюковка тюковка то же самое как и с комбайном абсолютно единственное что маршрут мы будем копировать не от комбайна а от трактора с волковой жадкой который едет подъезжаем к начальной точке к стартовой соответственно выбираем разные полевые работы находим здесь трактор который у нас волкует я честно говоря как он называется у нас STMAX 180 вот он на карте мы его нашли копируем у него маршрут вот он такой же и со стартовой точки соответственно запускаем наш тюковщик он сейчас будет сам собирать траву соответственно сам ее будет оборачивать сам будет останавливаться и сам ее будет выгружать и не будет у нас соответственно такого геморроя как при ручной обработке ну и потом опять таки эти тюки можно собрать прицепом с автоподбором и задорого продать это все таки кстати у нас будет силос то же самое с квадратным тюковщиком если сено делаете или что угодно принцип работы один и он в принципе понятен у нас три трактора работают одновременно эти самые косилку в принципе можно на обычном работнике ставить но курсплей не жрет денег волковая жатка тоже на работнике хорошо работать будет но мы говорим про курсплей ну и что и последнее конечно что у нас на сегодня осталось это продать наш собранный урожай пшеницы с помощью курсплея для этого нам потребуется вот этот вот трактор мы его заводим и соответственно подъезжаем на место в котором будет производиться загрузка и вот так вот аккуратненько мы сюда ставим у нас собственно 27 тонн пшеницы давайте давайте вот так вот сделаем пополам их загрузим один уже загруженный а второй он сам поедет начинаем запись маршрута так надо единственное выбрать куда мы его все таки повезем где у нас тут поближе давайте на поехали на зерновую мельницу вот она находится в правом верхнем углу поедем мы туда на этот раз мы забудем про все правила дорожного движения потому что я честно говоря уже подустал я этот ролик снимаю порядка 4 часов и я на самом деле уже хочу немножко побыстрее его закончить пол первого ночи у меня а мне завтра на работу мы поедем просто сквозь поле это большой роли не играет подъезжаем мы к точке разгрузки и просто аккуратненько проезжаем по триггеру можно было в принципе сейчас разгрузиться чтобы лишний раз не ездить но я вам хочу кое-что показать соответственно возвращаемся обратно проедем мимо этого поля видите у нас косилка косит волковая жатка волкует тюковщик там тоже тюки собирает он делает вон они валяются так соответственно подъехать нужно будет аккуратненько к точке и остановиться за несколько метров до ну и разумеется сделать так чтобы он потом напрямую сам от одной точки подъехал к другой можно сохранить этот маршрут далее выбираем транспортировка и продажа здесь мы выбираем забрать из бункера ту культуру которую нам собственно нужно будет вести на продажу тут они все абсолютно все сыпучие материалы есть выбираем соответственно пшеницу и можно выбрать количество рейсов ну мы поставим неограниченно не мы поставим два рейса у нас он все таки будет два рейса делать он сейчас скорее всего доберет до конца да добирает до конца и соответственно едет и высыпает все это дело мы за этим даже следить не будем потому что он все сделает сам на этом поле видите у нас с тюками все в порядке на втором поле у нас точно так же с тюками все в порядке все доведено до автоматизма. Кстати, тюков здесь очень много. По сути дела толком мы ничего работы никакой не сделали. Тюки останется лишь собрать и отвезти на БГА и продать силос. Вот вам, пожалуйста, как зарабатывать на силосе на данном этапе. Легкий способ. Скосилка, по-моему, едет трохи быстрее, чем волковая сжатка. В свою очередь он убирает. Все красиво, все четко. Тюки, разумеется, укатываются. Это нормально. Есть специальный мод для того, чтобы они не укатывались, если кому интересно. Видите, в правом верхнем углу у нас капают денежки. Соответственно, он разгружается. Доходы от продажи урожая 18 тысяч к нам прилетело. Сейчас, соответственно, он вернется, загрузится второй раз и точно так же их отвезет. И все у нас будет чеки-бомбони. Так, выезжаем мы, точнее, выходим мы встречать наш трактор. Вот он здесь пролетает. Аккуратненько подъезжает. Подъезжает он к трубе. Наполняется. Да, кстати, те параметры загрузка при вот это 90% работает и, соответственно, на этот самый трактор. Ну что, ты поедешь? Нет? Да, поехал он все-таки. Если бы было меньше, чем 90% у него на полностью, он бы выдал нам ошибку о том, что недостаточно продукта, мол, типа, ждите. Но это выставляется, если вы вместе работаете. Точнее, один возит там с нескольких полей, например, разгружается и сразу же это все возится на продажу. Собственно, ребята, на этом у нас все. В принципе, я все рассказал, что хотел. Вы теперь знаете, как пользоваться курс-плеем для работы на полях. Чуть попозже выйдет обязательно обновление для того, чтобы трамбовать силос, для того, чтобы работать с ковшом, для саморазгрузки с комбайном тоже это самое. Все выйдет, все будет работать. Я вам сниму отдельный ролик для этого. Ну а сейчас, если это видео оказалось полезным, поставь лойсик. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик для тех, кому интересно, потому что на канале будут еще обзоры на всякие моды, на всякую технику, на карты, что немаловажно. Может быть, еще какие-нибудь гайды тоже будут. Это все еще в будущем. Ну и рассказывайте о канале друзьям. С вами был Никита Дилэй. Всем всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok